Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Помним и скорбим о погибших. Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону унесла жизни 62 человек, в том числе и нашей землячке Олесе Караванцевой. Управа найдется. Борьба с самостроями на личном контроле главы. С благословениями епископа архимандрит Феогност в Анапе осветил Дом Милосердия и отслужил молебен. Сегодня в городском театре чествовали работников коммунального хозяйства Анапы. Перед веки производства, которые каждый день делают наш город красивым и комфортным для жизни, получили заслуженные награды. И сегодня мы чествовали наших ветеранов отрасли, наших сотрудников этой отрасли. Этот праздник очень важен, потому что люди, которые работают в отрасли, их работу видно. Это работа та, которая проводится ежедневно на территории городов. Поэтому я считаю, что эти люди больше других заслуживают, чтобы их чествовали. Благодаря им мы видим, как наш город меняется, как он становится чище, красивее, как зацветаются цветы на территории нашего города. Благодаря этим людям и анапчане, и гости нашего города чувствуют любовь города к себе. В эти выходные епископ, новороссийский и геленджикский архимандрит Феагност осветил Дом Милосердия при храме преподобного Серафима Саровского. Там уже начали оказывать помощь нуждающимся. Глава епархии считает, что подобные учреждения должны быть в большинстве приходов. По словам архиепископа, в Доме Милосердия уже живет семья беженцев из Луганска. Здесь будут помогать всем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, по какой-либо причине остался без жилья. При приюте открыто трапезное, действует склад гуманитарной помощи. Я хочу сказать, что вот так, по идее, должно быть при каждом храме. По возможности, при каждом храме городском. Сельский вряд ли он это вытянет, а вот городской может это сделать. И много людей, квалифицированных, подготовленных, которые могли бы здесь потрудиться. Конечно же, понятно, что всего лишь там сколько, 38 коек, это песчинка. Но эта песчинка заметна. Это крупица, и крупица не песочная, а крупица бриллиантовая. Она должна показать пример, как она должна быть. Многим другим главам районов и городов, что это можно делать. Так, как здесь вот сделано, вот в этом городе, при Сергею Павловичу Сергееву, который дал возможность. И это такое совместное творчество, это же не просто, бачка, это совместное творчество, совместное соработничество власти и церкви. Также феогност провел божественную литургию в храме иконы Божией Матери Державная, которую в этот день отмечал престольный праздник. Он поздравил анапчан с великим постом и завершением его первой седмицы. Принять все возможные меры и остановить самовольное строительство. Глава НАПО вновь лично был вынужден выехать на стройплощадку, где не только не соблюдены меры безопасности, но и проигнорирован закон. Таманская, 24. Ни ограждения, ни паспорта объекта. В общем, ничего из того, что напоминало бы о законном строительстве. Рабочие торопятся, судебная машина неповоротлива. Пока судьи разберутся, самострой будет готов. Сергей Сергеев вызывает своего заместителя, в подчинении у которого муниципальный контроль. Вопрос, где была служба, когда стены будущего дома поднялись выше третьего этажа? Почему 18 марта только в суд отправлено заявление? Почему не на момент вывода второго этажа, на третьей колонне? Потому что у нас все бумаги есть. Какие бумаги? Вы в полицию обращались? Вы в прокуратуру обращались? Покажите мне кофе вашей бумаги. Вы сейчас выберете? Нет? Ну все, ответ один. Видели, знали, пытались не аргументы. Если самовольщина процветает, собрать оперативный штаб не отходя от самостроя. Призвать все службы, которые обязаны контролировать ход работ. Например, Ростехнадзор. Где он? Он что, сегодня соблюдает все нормы безопасности? Да вы посмотрите на вот этих чудаков, которые на площадке. И посмотрите, куда он загнал. И сейчас, что Ростехнадзор здесь был и проверил аттестацию. Когда он проходил последнюю аттестацию, этот подъемный механизм? Имеет ли он право работать? И чей он такой чудесный? Жители соседних домов с тревогой смотрят на строительство. Волнует прежде всего безопасность. Нас очень интересуют жители, что это, потому что вообще-то уже привыкли к этому, что по городу везде таблички, и это правильно. Если мы там знаем хотя бы что, где, и мало ли что случится кому-то претензии, да, какой-то телефон. Но паспорта объекта здесь не появится. Глава города требует остановить стройку и добиться через суд сноса. В Анапе за три года в разы сократилось число несовершеннолетних, которые гуляют без присмотра поздно вечером. На Кубани, согласно краевому закону, дети до 14 лет должны быть дома в 21 час, а те, кому не исполнилось 18 лет, в 22 часа. Дружинники говорят, что большинство родителей даже рады, что в их распоряжении есть дополнительный аргумент. Сотрудники полиции совместно с казаками обходят квартиры, где живут подростки, за которыми нужен глаз да глаз. Близится час Че, после которого несовершеннолетние должны быть дома. После этого группы отправляются на патрулирование улиц. За последние 2-3 месяца, 1-2, и то не всегда. И то не всегда. Порой просто вот пресекаем, вышел ребенок здесь вот, допустим, из дома посидеть, погулять, или вышел с собачкой. Уже протокол не составляем, просто ставим на вид, что нельзя нарушать режим, возвращайся домой. По словам старшего урядника, пик подобных нарушений все-таки приходится на теплые месяцы. Вместе с тем, если 3 года назад за одну летнюю смену нередко приходилось составлять по 15-17 протоколов, то в минувший сезон 5-7 случаев уже считалось много. Ребенок по телефону свяжется с родителями, объясняет ситуацию, где он находится. И тому месту должны прибыть родители вместе с документами. Перед выходом на патрулирование обязательный инструктаж для новичков в штабе народной дружины, который находится в здании городской администрации. По словам дружинников, в большинстве случаев родители выступают в качестве союзников таких патрулей. В Ростове-на-Дону после трагедии восстановили взлетно-посадочную полосу. Напомню, в субботу здесь произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 62-х человек. Боинг 737-800, выполнявший рейс номер 981 из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился при повторном заходе на посадку. Международный аэропорт Краснодара на это время взял на себя обслуживание ростовских рейсов. В Краснодарский край прибыло более 3000 внеплановых пассажиров. Губернатор края сегодня провел планерку, где дал положительную оценку действиям оперативного штаба. Вениамин Кондратьев дал поручение в кратчайшие сроки завершить подготовку документов для оказания поддержки семье погибшей Анапчанки. Родителям будет предоставлена помощь в размере 1 миллиона рублей. Глава курорта Сергей Сергеев выразил соболезнования родным и близким погибшей. В этот трагический день Анапа скорбит со всей страной. Очень горько и страшно, когда трагически обрывается жизнь молодой, жизнерадостной и полной сил девушки. Вечная память Олесе и всем погибшим, говорится на официальном сайте муниципалитета. Местные власти с первых часов после трагедии были рядом с родственниками погибшей. Сегодня администрация Анапа готова оказать помощь при организации траурных мероприятий. Анапчанка Олеся Караванцева, погибшая в авиакатастрофе, в последнее время жила в Краснодаре и была байером, стилистом, который занимается профессиональным подбором одежды и сопутствующих предметов для своих клиентов. Как рассказали друзья погибшей, Олеся была увлечена своим делом и связывала с последней поездкой определенные надежды. Всегда была веселой. Такое она и останется всегда в нашей памяти. Веселая, жизнерадостная, никогда грустная не была. В Центральной библиотеке города состоялась презентация сборника стихотворений Анапчанина Владимира Дорофеевича Гаврилова. Ранее с творчеством этого автора знакомы были только жители хутора «Рассвет». Теперь о творениях нашего земляка сможет узнать больше любителей поэзии. Часть выпущенного тиража уже в библиотечном фонде. В выпуске Владимиру Дорофеевичу большую помощь оказало Министерство культуры Краснодарского края. Девичьи сна, щечки румяные, словно тюльпан. Алые губки, зеленые глазки. Люди такие встречаются в сказке. Терзала вечная забота. Как лучше на земле прожить. Учеба, дети и работа. Всего, что было, не забыть. Подошел к концу муниципальный этап краевого фестиваля современного молодежного творчества «Свежий ветер». Завершающими стали такие направления, как рок, рэп и битбокс. О том, как проводит свой досуг неформальная молодежь, в сюжете Анны Карповой. На Кубани «Свежий ветер» проводят с 2006 года. В нем принимают участие как группы, так и отдельные исполнители. Основные направления фестиваля – рок, рэп, брейкданс, битбокс, диджейнг и граффити. Как мыслить представители субкультур, можно узнать из текстов. Все ребята пишут сами. Авторы читали рэп на вечные нестареющие темы. В треках нашли отражение и любовная лирика, и социальная тематика, и бытовые сцены. На неформальной тусовке не обошлось, конечно, без старшего наставника анапской молодежи Владимира Тельнюка. «Ребята из Анапы уже выступают и в Краснодаре, и в Ростове, записывают альбомы. И я хочу сказать, благодаря вот таким фестивалям, конкретно «Свежим ветер», если он прошел массово и хорошо, то обязательно мы наблюдаем в анапской молодежной среде бум этих направлений. То есть ребята хотят заниматься». Можно с уверенностью сказать, что в Анапе неформальные субкультуры развиваются, доказательством чему служат все новые и новые фестивали и мероприятия. А это дает возможность выступать, приобретать полезный опыт, является хорошим стимулом для совершенствования мастерства. Победителем в номинации «Рэп-соло» стал молодой исполнитель Денис Махров, выступающий под ником «Деем». В номинации «Битбокс» одержал победу единственный исполнитель Юрий Авагян. Победителями в номинации «Лайт-рок» стал коллектив анапского филиала «РГСУ» «Нова Лайф». А в номинации «Харс-группа» «Айрон Твист». Дальше ребята ожидают участия в зональном этапе, а потом, если повезет, и в краевом. В детско-юношеской спортивной школе номер 10 дюдаисты соревновались за право представлять Анапу на молодежной краевой спорта Киаде. Специалисты отмечают, что этот вид спорта в Анапе традиционно находится на высоком уровне. В просторном зале есть место для двух татами. Все спортсмены, судьи и гости разместились с комфортом. В городском первенстве принимают участие около 100 юношей и девушек. Лучшие поедут на спартакиаду молодежи Кубани, которая состоится в середине апреля в Пармавире. Традиционно Анапская школа дзюдо – одна из сильнейших в регионе. У нас много спортсменов выступает и в сборной Краснодарского края, и в сборной России. Вот сейчас у нас на соревнованиях, на чемпионат мира, на первенство мира поедет Бабиньян Зарина. Отобралась она. Так что у нас хорошие спортсмены, хорошие традиции. Я думаю, что у нас в дальнейшем все это будет сохраняться. Основными хранителями традиции являются 4 из 10 городских спортивных школ. Первая, четвертая, пятая и шестая. Ребята, у вас большое будущее. Все зависит от вас. Сегодня у нас этот вид спорта представляет 4 школы. У вас не должно быть никакой враги. Прежде всего, соревновательные люди. Больше всего спортсменов, участников городских соревнований – воспитанники четвертой детско-юношеской спортивной школы, где дзюдо – основная специализация. Тренерский состав возлагает определенные надежды на нынешний год. Ближайшие соревнования в календаре – первенство Южного федерального округа. Также спортсмены прошли отборы на первенство края и рассчитывают по итогам соревнований, что воспитанники четвертой школы войдут в сборные. Я думаю, по-любому 2-3 человека в сборной будут в крае, в юго. По девочкам это конкретно. На уровне края мы всегда выглядели хорошо. Есть кому за город бороться. Я не хочу только сейчас сказать конкретно по нашей школе, потому что дети хорошие есть и в других школах. Мы сейчас это увидим. По итогам соревнований воспитанники четвертой школы заняли наибольшее число призовых мест. Детско-юношеская спортивная школа номер один стала лидером по золоту среди юношей. Шесть из девяти наград высшей пробы. Еще две у пятой школы и одна у представителя школы номер четыре. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300.